Владивосток у бадминтонистов со всего мира уже стал постоянной остановкой в соревновательном календаре. Самым классовым турниром в Приморской столице является Russian Open. Эта международная битва собирает лучших игроков планеты с 2004 года. В этот раз в спорткомплексе Олимпийц встретились представители 18 стран, а сами соревнования растянулись на целую неделю. В этот раз турнир собрал очень много азиатских спортсменов, японских спортсменов, спортсменов, которые уже давно выступают на суперсериях. Это малазийские спортсмены, пара, микс, есть также и серебряный призер Олимпийских игр. То есть турнир в этом плане получился очень насыщенный, насыщенный в плане как и стран-участниц, так и по накалу. Турнир в этот раз проходит по-особенному. Дело в том, что ради эксперимента соревнования перевели на систему в 11 очков. То есть если обычно партии идут до 21, то здесь всего до 11. Количество геймов здесь наоборот больше, 5 взамен 3. Для победы нужно выиграть 3 гейма. С такими нововведениями, как отмечают бадминтонисты, матчи смогут заиграть новыми красками. Встречи станут динамичнее и зрелищнее. Вот только самих спортсменов изменения не особо радуют. Мне больше нравится играть до 21 очка, чем до 11. Тут слишком короткие партии, мы даже не успеваем войти в игру. Матч идет быстро, а это сложно, ведь цена каждого очка выше. Тут куда больше давления. Сборные различных стран относятся к этому турниру с максимальным вниманием. Ведь Russian Open – это последняя возможность на практике подготовиться к личному чемпионату мира, который пройдет уже в августе в Шотландии. Сборная России ежегодно увозит с собой награды этих соревнований. В этот раз команда собирается продолжить традицию. Здесь присутствует вся сборная России, сильнейшие игроки. Здесь просматриваем элементы, какие используют спортсмены, какая их форма, ну, чтобы на последнем сборе, как говорится, все подшлифовать. Сам же Владивостокский турнир будет идти вплоть до 23 июля, когда состоятся финалы и определятся победители престижных соревнований. Максим Яковлев, Дмитрий Сухоруков. Новости спорта на восьмом.